В информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Спасти жизнь пациента при остром инфаркте миокарда теперь можно и в режиме онлайн. В Великовисочной больнице реализуют пилотный проект по телемедицине. Альтернатива есть. На уборку детских и спортивных площадок можно получить грант из окружного бюджета. В чем преимущество этого вида поддержки? Шипованная зимняя резина, ветрозащита для рук и прочая подготовка старенького, но верного железного друга. Все это для того, чтобы преодолеть путь от центра Вятского края до заполярной столицы. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В региональном парламенте сегодня состоялась первая в 2020 году сессия. В этом созыве она стала 21 по счету. Столько же вопросов было вынесено на повестку дня. В частности, шла речь об ограничении продажи снюсов несовершеннолетним, которые были инициированы прокуратурой Нинецкого округа. Представление льгот на оплату услуг по обращению с ТКО отдельным категориям граждан. И подведены итоги работы регионального парламента за 2019 год. Ирина Никешина расскажет подробнее. В числе рассматриваемых вопросов законопроект, инициированный прокуратурой Нинецкого округа, об установлении на территории региона ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также бестобачных никотиновых смесей. Речь идет об электронных сигаретах, жидкостях для вейпов и так называемых снюсах. Разработка проекта обусловлена стремительным ростом популярности среди подростков новых электронных систем доставки никотина, имитирующих процесс курения, а также бестобачных никотиновых смесей, конфет, жвачек. Мы хотим помочь нашему поколению, оградить их от влияния этих вредных веществ, потому что сигареты – это плохой продукт для употребления, но тем не менее в сравнении с этими веществами в сигаретах гораздо меньше никотина содержится, чем в этих веществах. Там в десятки раз количество никотина перекрывает содержание, нежели в сигарете. Молодежь употребляет, никотин быстро встраивается в химические цепочки организма, он в том числе, по-моему, психоактивным веществом является. И ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому решили ограничить эту продажу тем, чтобы наша молодежь это не употребляла. Согласно новому окружному закону, за продажу такой продукции несовершеннолетним предусмотрены административные штрафы. Их размер составит от 500 рублей до 1500 для граждан, от 3 до 5000 для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч для юрлиц. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен в несколько раз. Как отметил вице-спикер Максим Арбузов, также сейчас обсуждается вопрос об ограничении употребления на территории учебных заведений энергетиков. Еще один вопрос повестки сессии касался внесения изменений в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. На реализацию изменений потребуются дополнительные средства из окружного бюджета в размере 11,5 миллионов рублей. Предусматривается 50-процентная оплата вывоз бытовых отходов для таких категорий граждан, как ветераны, достигшие возраста женщины 50 лет, мужчины 55 лет и категория военных граждан. И вторая категория – это семьи, которые взяли под опеку детей. И с сегодняшнего дня данная категория будет пользоваться возможностью оплаты 50% этих коммунальных услуг. Также сегодня на сессии председатель регионального парламента Александр Лутовинов представил информацию о деятельности собрания за прошедший период. Одним из ярких событий которого стали дни Нинецкого округа в Совете Федерации. Как отметил спикер окружного собрания, этому мероприятию предшествовала серьёзная работа, которая нашла своё отражение в постановлении Совета Федерации, в котором определены задачи по государственной поддержке социально-экономического развития округа. Такие вопросы, как финансирование, это вертолётные площадки, это инфекционное отделение, это пристройка к окружной больнице, строительство хосписа, школа-интерната в Каратайке, это коррекционная школа в Наринмаре, это дно углубительной работы реки Печёра, это модернизация нашего мордпорта, это мост через реку Колова, это жилищное строительство других объектов. По словам Александра Лутовинова, работа по этим направлениям будет продолжена и в текущем году. У нас самая главная задача, как я уже говорил, это удержать ситуацию, сохранить социальную направленность нашего бюджета. Это то, что мы говорим, социальная политика в нашем регионе. Это вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы дополнительных мер соцподдержки отдельных категорий граждан, всех граждан нашего региона. И эти задачи как стояли, так и будут стоять в центре внимания работы собрания депутатов округа. Особое внимание в работе регионального парламента будет уделено исполнению указов президента. Ирина Никешина, Владислав Ткачёв, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Свой профессиональный праздник отметили сотрудники подразделения государственного контроля и лицензионной разрешительной работы войск национальной гвардии. Подразделения были созданы в 1969 году. И с тех пор непрерывно осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства в сферах оборота оружия, частной охраны и детективной деятельности, за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделением вневедомственной охраны. В Ненецком округе инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы встречают 51-ю годовщину на боевом посту. Подробнее о результатах их работы рассказал руководитель подразделения, подполковник полиции Сергей Никифоров. В настоящее время на учете состоит почти 4000 владельцев и более 7500 единиц оружия. В прошедшем году сотрудниками Центра проведено более 4000 проверок условий обеспечения сохранности огнестрельного оружия и боеприпасов по месту жительства владельцев. За нарушение установленных правил у граждан изъято 221 единица оружия и почти 1000 боеприпасов. В результате профилактической работы отмечается динамика снижения на 37% количество совершенных административных правонарушений, связанных с несоблюдением сроков перерегистрации разрешения на оружие. Жителями округа в прошедшем году добровольно сдано 18 единиц оружия на общую сумму почти 70 тысяч рублей. Доля граждан, использующих механизм подачи заявлений на получение государственных услуг в электронной форме составила более 96%. В Центре лицензионно-разрешительной работы отметили, что срок перерегистрации гражданского оружия при смене места жительства или анкетных данных владельца составляет 2 недели со дня внесения соответствующих изменений. В случае истечения срока действия разрешения на хранение и ношение оружия, которое выдается на 5 лет, его перерегистрация должна быть завершена не позднее, чем за месяц до соответствующей даты, указанной на оборотной стороне документа. Спасти жизнь пациента при остром инфаркте миокарда теперь можно и в режиме онлайн. В Великовисочной больнице реализует пилотный проект. Там укомплектован кабинет неотложной помощи, который был оснащен по поручению главы региона Александра Цибульского. Сейчас медикам Великовисочной больницы необходимо всего несколько минут, чтобы начать лечение пациента. Ранее на это уходили часы. А при инфаркте время – самый ценный ресурс. Порой счет идет на секунды. Мария Владимирова расскажет подробнее. Здравствуйте, ВИСКО на связи. Консультация. Паневина Андрея Викторовича. Заведующий Великовисочной больницы Сергей Плюта запрашивает консультацию специалистов из Нарьинмара. Такие онлайн-сеансы стали возможными после того, как в сельском медучреждении оборудовали модельный телемедицинский кабинет. До этого времени пациентов, которым нужна была экстренная помощь, доставляли в окружную столицу рейсами санавиации. В городе Нарьинмар есть ВИСКО. То есть расстояние, в принципе, приличное. То есть если пациенту острое состояние, то есть он, например, в том же, к примеру, взять там, ну не знаю, ТОЖ ВИСКО, да, Лаборская пыль, МИЦФАПО ВИСКО, то есть ему доехать до ВИСКО, там час-два в зависимости от расстояния, плюс вызов санавиации, плюс сбор бригады, это в рамках порядка часа прилета, в принципе, мы можем просто не успеть в рамках терапевтического окна. Сейчас расстояние не помеха. Технические возможности модельного комплекса российского производства позволяют в режиме удаленной консультации проводить догоспитальный тромболизис. Для этого кабинет оснащен мобильной телемедицинской стойкой, реанимационным и анестезиологическим монитором. Наша цель, если есть эти показания, скажем так, под контролем специалиста из города, чтобы на себе доктор, фельдшер, врач, они не боялись осуществить тот необходимый, оказать ту необходимую помощь, которая проводится при остром коронарном синдроме. То есть, в частности, это мы рассматриваем ведение тромболитических препаратов. В ходе подготовки этого материала проводим эксперимент прямо из кабинета главврача, через диспетчеры санавиации. Именно они в круглосуточном режиме являются связующим звеном между сельскими больницами и окружной. Выходим на связь с Великовисочным. Пара секунд и сеанс установлен. Здравствуйте. Здесь, конечно, близко все хорошо слышно. Я считаю, что мы живем в 21 веке, и вот это оборудование, но оно соответствует времени. Как отмечают Великовисочные больницы, телемедицинская установка будет востребована. В прошлом году в селе было зарегистрировано два инфаркта, три инсульта, две черепно-мозговые травмы и кровотечения. В случае оказания неотложной помощи, с помощью этой установки, там телемедицина, мы можем выйти на узких специалистов, на кардиолога, невропатолога, окулиста, дерматолога, и проконсультироваться. Особенно в плане острого инфаркта миокарда мы можем проводить сейчас тромболизис. То есть, чтобы это правило золотого часа, если тромб, мы до шести часов расплавляем сосуды в артериях сердца, кровоснабжение восстанавливается, и последствия, то есть некроза, мышцы сердца не наступают. То есть, эти манипуляции, если мы раньше не могли делать, сейчас мы это можем делать. В ближайшее время кабинеты оснастят аппаратом УЗИ. Он уже приобретён и в скором времени будет доставлен в амбулаторию. Кроме того, с учётом изменившегося порядка проведения диспансеризации для сельских медучреждений, будут приобретены наборы для проведения экспресс-анализов. По словам главы региона Александра Цибульского, возможности телемедицины в регионе должны использоваться с максимальной пользой для сельских жителей. Мне перспективы развития больше всего интересуют. Я понял, что на этом уровне УЗИ и сердце давление – это уже большой прорыв. Но если будет ещё добавиться туда экспресс-анализа, это, наверное, тоже большой шаг вперёд. Но надо думать, что ещё мы можем сделать, чтобы у нас максимальное количество такой диагностической помощи пациенты получали на первых этапах обращения с проблемой. До 2021 года опыт проведения тромболизиса в Великовисочном планируется тиражировать на остальные удалённые населённые пункты для снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Мария Владимирова, Вадим Стасёк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Детские спортивные площадки должны быть доступны для детей в любое время года. Как на самом деле обстоят дела по их содержанию в зимний период времени, выяснила моя коллега Александра Литкова. С последствиями сильного снегопада справиться мгновенно просто невозможно. Для этого нужна рабочая сила и соответствующая снегоуборочная техника. А в этот зимний сезон, богатый на метели, в первую очередь она задействована на городских дорогах. После метели детские игровые площадки очень… Ну, проблемы убирать, потому что, по сути, там нет ничего, что влияет на безопасность граждан. В первую очередь из этого начинаются убираться автомобильные дороги, междворовые проезды, чтобы обеспечить транспортную инфраструктуру. А дальше уже малая техника, мини-погрузчики направляются уже на детские игровые площадки, где это возможно, а ручная уборка, естественно, там, где механизированным способом невозможно убрать. В связи с этим окружные власти предлагают жителям Наринмара альтернативный вариант. Горожанам предлагают самостоятельно убирать территории детских и спортивных площадок и получить на это грант из окружного бюджета. Многие площадки были построены по предложениям ТОСов. Мы варианты, чтобы рассмотрела администрация, чтобы эксплуатировать и чистить эти площадки, представлены ТОСом. Жители сами брали бы в свои руки эту очистку территории, смотрели бы, получали на это финансирование. Такой возможностью воспользовались жители микрорайона Мирный. Подав заявку на окружной грант весной прошлого года, ТОС получил 50 тысяч рублей на приобретение снегоуборочной техники. Решение предпринималось именно потому, что зимой 2018-2019 год были трудности с уборкой детских площадок. То есть у нас площадка была зарощена снегом очень сильно. И именно поэтому у нас пришло такое решение, с советом мы решили, что будем покупать снегоуборщик и своими силами убирать. Конечно, сейчас очень сильно отличается качество уборки прошлого года и этого года. В этом году мы убираем сами. Убирают снег на площадке по мере необходимости и в зависимости от погоды. А занимается этим человек, трудоустроенный Центром занятости на общественных началах. За качеством и своевременностью уборки снега на детских площадках следит муниципальный контроль. По словам Дениса Гусева, у предприятия и управляющих компаний есть все возможности для качественной и своевременной уборки снега. Трудности возникают всего организацией. И мы сейчас сделали в этом сезоне акцент на то, чтобы действительно качественно и внимание уделили детским площадкам. Ведь мы понимаем, что в этом вопросе не только муниципальные предприятия обслуживают детские площадки, но и управляющие компании. Для того, чтобы качественно и своевременно убирались детские и обслуживают детские площадки, нужен контроль. Этот контроль есть, муниципальный контроль есть, региональный уровень контроль. Для того, чтобы он качественно функционировал. И делал акценты на то, чтобы своевременно, согласно графику, эти площадки привыкли в достойное состояние. В целом, жители Наринмара отмечают, что качество уборки снега стало лучше в последнее время. Вот мы вчера были на детской площадке, которая очень семицветика, но как бы средняя. На самом деле, выходные, когда гуляли, были вообще улицы отвратительно почищены. Вроде погода началась хорошая, а снег как бы не убирали. Но площадку-то можно почистить, потому что на качелях пока детей не покачать. Мы ходим там на Сущинского, в том районе на площадке у нас вроде убирают. Рядом с домом у нас достаточно часто убирается площадка. И мы ходим там неподалеку, тоже большая площадка, вроде убирается. Более-менее. Раньше было, по-моему, похуже. Сейчас вроде лучше стало убирать. Ну, стало, конечно, лучше в последнее время. Больше нигде не гуляем на других детских площадках. Вот так по городу гуляем и всё. Впрочем, как отмечают жители Наринмара, небольшое количество снега на детских площадках всё же должно оставаться. Ведь в относительно тёплую погоду можно и снеговика слепить, и поиграть в подвижные игры. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Шипованная зимняя резина, ветрозащита для рук и прочая подготовка старенького, но верного железного друга. Всё это для того, чтобы преодолеть путь от центра Вятского края до заполярной столицы по зимней автодороге на мотоцикле 97-го года выпуска. О том, как испытывают себя любители путешествий, расскажет Екатерина Дементьева. Сносящие с дороги порывы ветра, перемёты, в которых всё время застревает техника, и 10 часов борьбы с зимней стихией. Путешественники из Кирова объехали уже почти всю родную страну и даже Европу по вполне комфортным дорогам. Но желание испытать себя во второй раз вновь привело их в снежный Наринмар. Да, мы попали, 10 часов мы ехали, нас там раз 15, наверное, доставали. Ну, машину раз 5, грузовики доставали, а мотоцикл мы сами там старались как-то вытащить из сугроба. Вот, ну, доехали. В принципе, мы за этим и ехали, чтобы там немножко, скажем, как-то себя преодолеть, посмотреть, как себя ведёшь в таких ситуациях. Разумеется, мотоциклист ехал не один. Рядом с ним, как звёздный спутник, шло сопровождение, которое в кругах мото-путешественников называется «Техничка». Зная там те километры, которые пройдены за плечами Антона, то есть я уверен в нём как мотоциклисте и уверен, что всё будет хорошо. А мы поддерживаем больше там, чтобы можно было там попить там горячего чая, чтобы был инструмент там когда-то что-то там обогреть там мотоцикл, к примеру. Мы больше для этого и бывает, и нужна техничка. Под автозависимость путешественники попали около 8 лет назад. И за это время на счётчике ребят порядка 150 тысяч километров на мотоцикле по миру. Говорят, на пути попадается много хороших и отзывчивых людей, вне зависимости от страны. К мотоциклистам маленькое другое отношение, не такое, как к автомобилистам. То есть это своя такая коалиция, скажем так, да. То есть если вы там замечали, там мотоциклисты всегда ездят и здороваются. Там без разницы знаком-то, незнаком, то есть там есть определённые жесты, поднимается левая рука, вот, то есть и когда случается какая-то проблема там на дороге там с мотоциклом, то есть любой там хотя бы хоть как-то там относящийся к мотоциклу, всегда становится без разницы на машине, едет на мотоцикле. Ну и всегда люди на дороге стараются помочь. Кроме желания расширить географию путешествий, ребята стараются популяризировать мотоспорт как вид активного отдыха в массы, потому что считают, что дорога – это лучшее лекарство от грусти и обыденности. Покорять горные вершины, морские просторы или, как в случае с нашими героями, вступать в схватку с суровым севером – жажда приключений влечёт в любом возрасте. И глядя на таких людей, понимаешь, что нет ничего невозможного. Главное – смело идти или ехать за мечтой. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». И к этому часу были все новости. Далее смотрите прогноз погоды.